Ну вот она, это банка, а вот там окурки. Видите, он как курил, вот уснул и все, и не проснулся. Каждая третья причина трагедии с огнем в Москве не погашенная сигарета. На языке судебных экспертов – талеющее табачное изделие. Курильщики погибают сами и становятся причиной смерти других людей. Это была, значит, пенсионера, предположительно, значит, Надежда Григорьевна, семерная, которая погибшая мать вот этих двоих детей, она, значит, была при жизни инвалидом по зрению. В руках пенсионерки, которую хранить теперь будут в закрытом гробу, консервная банка – любимая в народе домашняя пепельница. Горят квартиры и офисы, заводы и детские садики. Это же труп женщины. Вот это, с этой стороны, труп мужчины. Как правило, пожары, происходящие по неосторожному обращению с огнем, и в том числе при курении, они происходят в период с нуля часов до шести утра, то есть в ночное время. Мебель вся из синтетических материалов, и при пожаре происходит быстрое распространение по синтетическим материалам с распространением огня и дыма по другим этажам. Также у нас, как правило, горят от окурков непотушенных – это балконы и мусоропроводы. После схватки с огнем пожарные хватаются за сигарету. Они только что видели обгоревшие тела курильщиков. Но даже такие страшные картины не могут заставить человека бросить дымить. Сигарету бросайте. Есть категории курильщиков, они просто как зомби. Понимаете, вот он даже не соображает, что делает.